Добрый день, Михаил. Да, здравствуйте, Аня. Я очень рада вас приветствовать. Замена, когда вы прислали ваше приглашение, я, честно говоря, очень удивился, потому что темы, которые волнуют всех и вся, но при этом о которых обычно, ну, как-то так вот рассуждаешь сам с собой. И, значит, первая реакция была, что я вообще про это могу сказать, а потом вдруг как-то стало интересно, давайте попробуем. Сегодняшняя тема интервью – это счастье и успех в вашей жизни. Но перед тем, как я вам буду задавать вопросы, я хотела бы вас попросить, чтобы вы представились, рассказали про себя, про свою деятельность и про то, что вы считаете нужным. Ну, смотрите, я Михаил Гончаров. Я, ну, наверное, лидер по своей натуре, по жизни. Я буду говорить в контексте вот немножко нашего последующего разговора. То есть я управляю объектами любой сложности, командой, предприятием, предприятием, проблемными объектами, объектами, которые находятся в кризисном состоянии, неважно, разные. Ну, фактически это высший менеджмент. То, чем я обычно занимался. Ну, чем это подтверждается? Ну, наверное, можно говорить о том, что я неоднократно включался в федеральные рейтинги лучших топ-менеджеров страны и лучших антикризисных управляющих. У меня интересные кейсы много. Ну, например, я руководил, был членом управления объединения «Гознак», который печатает деньги в России. Был руководителем, генеральным директором корпорации антикризисного управления, холдинговая компания «Туполеп», в которой самолеты производит Петербургское фондовое агентство, Балтийская финансовая корпорация. Ну, наверное, еще можно что-то там перечислить. Кроме того, я считаю, что я нормальный переговорщик, конфликтолог. Мне нравится создавать конфликты и их разрешать. Ну, это приходилось делать в процессе моей деятельности. И мне нравится делиться опытом, который, ну, так, неожиданно его много набралось. Поэтому я с удовольствием во всех сферах, которыми я занимаюсь, я делюсь. Причем делюсь в основном бесплатно, там иногда, значит, получается за деньги. Но мне нравится сам этот процесс. В принципе, по этой части, ну, это то, что мы можем говорить, менторство, наставничество. Значит, я доктор экономических наук, я профессор. Значит, у меня, я являюсь действующим экспертом Государственной Думы по реализации национальных проектов по малому и среднему бизнесу. У меня много успешных учеников, в частности, в этом году есть финалисты конкурса «Лидеры России», есть ребята, которые управляют крупными предприятиями, первые лица госкорпорации, даже первые лица министерств. Поэтому, ну, в общем, такой интересный. Ну и третий момент, который я себе, наверное, бы хотел сказать, это я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Ну, наверное, я такой экстремал по жизни, может быть, даже немножко авантюрист. То есть играл за сборную университета в регби, покоял вершины, Эльбрус, Афгон, небезызвестные вулканы на Камчатке, занимался сплавами. У меня высшая квалификация по дайвингу, весь мир обнырял, где только можно было. Ну и, в общем, наверное, много всего интересного. Люблю морскую рыбалку. У меня есть рекорды личные там на КБ Верде по ловле мароклинов, в Австралии по ловле акул. Поэтому, ну, в общем, наверное, много говорить, может быть, еще. Золотая медаль клуба Сапари Охотничий, клуб всемирно известный. Ну и, наверное, самое такое любимое увлечение, которое сегодня есть, это Рашнман Кэрол Аркс, единоборство Древней Руси, где я тоже являюсь инструктором, езжу по разным семинарам, встречаюсь с разными людьми, помогаю людям осваивать эту борьбу, эти единоборства. Кстати, в Будапеште мы были позапрошлым декабрем. Мне очень понравилось декабрь. У нас там был семинар, ребята понравились. Наши инструктора сейчас тоже наезжают в ваш родной город, так что у нас тоже есть такая зацепка. Ну, вот, наверное, так. Ну, о себе у меня трое сыновей, все трое успешные, занимаются бизнесом, так или иначе. Ну, вот, наверное, о себе все. Если какие-то вопросы в контексте будут, я вам расскажу. Спасибо, я вам немножко попозже буду задавать огромные вопросы. Михаил, когда я вам написала на прошлой неделе по поводу того, что я хочу у вас для этого прием, о теме счастья и успех, как вам это отозвалось? Я знаю, что отозвалось, потому что вы мне написали, что да, с удовольствием. Ну, смотрите, во-первых, я вам рассказываю. Знаете, как зануда на вопрос, как дела, начинает рассказывать, как дела. То есть, во-первых, первая реакция была такая, ну, немножко настороженную, что там про счастье я буду говорить и зачем. Потом вспомнил, что меня эта тема, в общем-то, достаточно все время интересует. Ну, это нормальная, мне кажется, ситуация для любого человека, мы об этом, наверное, будем говорить, когда про счастье затронем, что ты все время как бы тянешься к счастью, все время из него выходишь, тянешься и так далее. Вот это есть такая мотивация, да, это волнует каждого, если человек человек не волнует, наверное, он там или лукавит, или просто забывает про это. А, ну, как бы, в-третьих, я там прочитал Сергея Несмеянова, мне очень нравится, что он делает вообще по жизни и как делает, поэтому, я считаю, что если он, даже если бы я не знал и ваш проект, он просто бы попросил, я бы точно сходил, потому что, ну, в общем, ну, всегда это приятно. Да, я была очень рада, что Сергей мне посоветовал именно вас. Как вы считаете, Михаил, вы все то, что перечислили, я просто вообще, да, я никогда не встречалась с человеком, который, например, доктор экономических наук. Мой папа был доктор физико-математических наук, и мой брат, он тоже доктор физико-математических наук. Но вот с доктором экономических наук я пока еще не встречалась, а также вы являетесь экспертом Совета Государственной Думы, вот здесь для меня все такое что-то очень-очень высокой, и для меня это кажется просто мега-успехом, и все то, что вы сейчас перечислили, это тоже. Как вы считаете, может ли человек быть мега-успешным и мега-счастливым одновременно? Вы знаете, здесь можно рассуждать, ну вот успех, счастье, мы все-таки ушли на мега-успех, но это нормально. Значит, я попробую связать эти вещи. Я думаю, что и да, и нет. Эти вещи, они как бы коррелируются, но не на сто процентов. И их точно нельзя противопоставлять. Ну, например, иногда противопоставляется, если человек там старается достичь больших успехов, значит, он очень успешный, он обязательно должен быть несчастный в жизни. Да, таких примеров очень много, но это не потому, что вот успех, это плата за успех, как шагреневая кожа, да, помните там? Да. А, ну, просто так вот, ну, не доработка. Угу. Наверное, то есть, если сравнивать эти два понятия, то их отлично все-таки, смотрите, они коррелируются с одной стороны, а с другой стороны успех. Ну, то есть, ну, если мы говорим вот про счастье, да, счастье – это работа, ну, как бы гармония с собой и с внешним миром, да, вот я пытался дать определение, что такое счастье, да, вот это даже по поводу записать. Относительно устойчивое во времени, позитивное состояние гармонии с собой и с внешним миром. Угу. Дальше вы позиции здесь вот какие? Ну, во-первых, относительно постоянное во времени, то есть, ну, если мы говорим «миг счастья», да, это скорее там уже тему оргазма надо обсуждать, да, там, или вот что-то похожее. Да, да, да. Да, когда все-таки говорится о счастье, что это более-менее там, ну, хотя бы день, хотя бы несколько часов там, или, да, когда тебя удерживает, да. И дальше у тебя идет гармония, как бы они совершенно разные вещи, это внутри себя и с внешним миром. И вот здесь вот мы начинаем как бы кувыркаться, там как-то работать с техниками с различными, да, каждый к ним как-то приходит. Причем внешний мир, это опять получается, мы можем его разделить на внешнюю среду, ну, например, мороз на улице, да, сидит взятка, да, и вот уже дискомфорт, да, как это на твое счастье влияет, или же социум. Кто-то что-то сказал и так далее. Так вот, фактически, я считаю, что вот успех, когда мы как бы работаем с успехом и работаем со счастьем, то вот он на уровне социума там возникает. То есть человек может быть счастлив, ну, внутри себя, да, вот построил свои отношения с природой, научился слушать ее как-то, да, там, научился там реагировать на как-то близких людей и все. Вот у тебя много очень людей, которые в таком состоянии живут. Дальше мы говорим, когда человек хочет что-то достичь, ну, какого, говорим, начинаем говорить про успех, мы сразу попадаем в какие ситуации? Во-первых, это социум, то есть мы хотим, что такое успех? Мы хотим, например, выглядеть в глазах социума хорошо. Ну, например, вот то, что мы сейчас говорили, стать доктором экономических наук. Сейчас я тоже подойдем немножко, да. И, значит, ты уже как бы думаешь, как меня там оценит кто-то, да, но там самообщество, неважно. Или, например, даже может быть, если тебе социум как-то кого не интересен, ты там независимый человек, и ты неважна оценки, которые ведут, ты сам себе выстраиваешь какие-то картинки, да, и ставишь цели, пытаешься их там достигать, даже не реагируя сильно на социум, но ты сам себе там строгий судья, и вот, ну, там, мама мечтала. Ну, вы знаете, как раньше, допустим, все родители мечтали, чтобы их дети окончили высшее образование. Ну, потому что это считалось таким критерием, а дети там сопротивлялись, нравится, не нравится, там, вот, да, хотим, не хотим, да, но, тем не менее, вот у родителей была четкая установка, потому что они жили там в бедности, как бы считалось, что образованный человек точно без куста хлеба не останется, и они вот это вот понятие успеха детям, например, подбивали. Дальше мы можем эту цепочку продолжить, например, известные спортсмены тянут там детей своих в известные, ну, те же самые виды спорта. Вот он там не дошел до золотой медали олимпийской, только выиграл, например, там, серебряную, да, а вот мечта осталась. Вот у него такой, он детей опять туда идет. То есть это, ну, как бы вот, понятие успеха, оно очень сильно связано с понятием гордыней, тщеславием и вот позиционированием социума. Это неплохо, нехорошо, но вот я так очень форекс попробовал. Спасибо. Михаил, а вы сказали, что у вас трое взрослых сыновей. Да. И, например, если бы вы могли пожелать вашим сыновьям что-то одно, или успех, или счастье, что бы вы им пожелали? Ну, вы знаете, я же вот, мне кажется, то, что говорил, я не противопоставляю эти вещи. Я считаю, что вопрос, ну, если вот отвечать на вопрос таким образом, да, ну, мы сейчас, наверное, там у нас будет время, порассуждаем, да? Да, да, да. Но я думаю, что все-таки гармония с собой, это важнее. Просто, ну, важнее, но, понимаете, это не то, что, ну, вот, ну, как сказал Козьма Протков, хочешь быть счастливым, Бутин, да? В принципе, это твой выбор. Это не ситуация, вот, не ситуация, там, какой-то, ну, внешние объективные обстоятельства, там, ты, либо, там, Божий промысел, там, либо он тебя сделал счастливым, или нет, не в этом дело. Это, в общем, каждый моментный твой выбор. И если говорить о детях, ну, мне нравится вообще такой вот стиль разговора, мы начинаем скакать с одной темы на другой, ну, так интереснее даже. Если говорить о детях, я хочу, чтобы они были успешны и счастливы. А, хорошо. Поэтому, ну, вот, почему я вам сказал, да, то есть, есть схемы, по которым успешный человек может быть счастливым, это тяжело, и в том числе, ну, там, я не знаю, для любого, но понятно, куда стремиться. Поэтому, вот, как-то так. С какой темы вы хотели бы начать обсуждение вопросов? У меня есть много вопросов для вас и по успеху, и по счастью. Ну, давайте я не то, что по счастью порассужу. По счастью, давайте, 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 давайте. Хорошо. Давай, то есть, мы с вами определили счастье как относительно устойчивое во времени состояние позитивной гармонии с собой и с внешним миром, да? Ну, так вот, условно, я не претендую на какой-то там эксклюзив, то есть, ну, вот, как у меня так сложилось. И вот смотрите, что у нас получается. То есть, если мы говорим о счастье, ну, как каждый человек пытается как-то вот подойти к этому понятию. У меня это первое рассуждение были где-то в 20-летней годы, когда 20 с чем-то лет было, там родились двое сыновей, какая-то там деятельность, работа, пандидатская диссертация. И вот что-то у меня тогда вот как нахлобучило, я стал рассуждать о счастье. И, ну, соответственно, не было вот какой-то системного представления, сейчас я могу там как-то там где-то позицию строить, определение давать. А тогда просто, ну, интересно, что люди говорят. И вот, вы знаете, ну, ничего толком не нашел, запомнилось две вещи. Первое, мне понравилось такое определение, по-моему, Никиты Михалкова, тогда молодой тоже был, и, в принципе, порчить. Он сказал, что счастье – это когда получается. Ну, то есть, как бы удовольствие от процесса. Ну, там можно и делать. И кто-то на таком очень, таком простом комсомольско-ботовом уровне сказал, счастье – это когда ты с удовольствием уходишь на работу, а вечером с удовольствием возвращаешься домой. Мне это очень нравится. Вы знаете, у меня папа обожал свою работу, для него работа – это было все, и как раз мой папа очень часто про это говорил. Это какой-то академик сказал, я тоже не помню. Ну, да, это вот из тех 80-х, по-моему, годов, вот эти вот вещи, они очень интересны. Но, вот смотрите, это я вот условно говорю, такой бытовой, в позитивном смысле, такой вот очень понятное, хорошее бытовое комсомольское определение. То есть, нет, как вот тогда, допустим, молодому человеку, это, ну, как-то легло на душу, было понятно. Но дальше, вот смотрите, есть, допустим, китайская пословица. Я когда прочитал это определение счастья, меня аж, ну, как-то передергнуло сначала. Я никак не мог догнать, о чем там дело. Она звучит примерно так. Значит, это, сейчас, если по памяти вспомню, значит, определение счастья в этой пословице китайской – умер дед, умер отец, умер сын. Блин, а чье-то они про смерть говорят, где тут счастье? И потом ты начинаешь уже понимать, насколько глубокий смысл, значит, то есть люди прожили свою жизнь, прожили так, как им определено, ну, там, создателем, да, то есть дед прожил свою жизнь, там, родился сын, сын его прожил свою, да, никто раньше не умер, потому что, ну, это уже как бы методом от противного, представляете, да, там, если, ну, там, не дай бог, что-то происходит, да, и вот состояние родителя, у которого на глазах там дети, ну, по каким причинам погибают, да, и вот это определение счастья, оно ведь, вы не сказали, оно же не менее глубокое, там, да, то есть вот просто, ну, когда говорим о счастье, у нас немножко такое, знаете, вот веселое бывает настроение, что мы должны всегда, значит, вот так радостно быть, если вся такая вот божия дувальчик, вот, и, соответственно, вот такие вещи, они тоже интересные, понимаете, то есть я подойду потом вот к нашему определению немножко, да, например, опять же, если говорить про счастье, то вот про эти кейсы, мне очень нравится писатель Габриэль Герсиар Маркес, и он тоже очень много про это говорит, только у него оно такое, знаете, вот немножко философский, грустный взгляд, да, вот, ну, если вы помните, например, там, то ли сто лет одиночества, то ли полковнику никто не пишет, там один, кто там периодический, да, то есть вот старик, там, ему где-то лет 90 уже, то есть вот все плохо как-то, да, все успехи позади, старость находила, да, все там проблемы какие-то, бытовые, и вот он там размышляет о жизни, и если помните, там, чем заканчивается, значит, вот, ну, может быть так, не совсем это, как бы, такой момент, да, но он, в принципе, жизненный, да, то есть человеку удалось помочить. Вот он по дереву стоит, вот этот груз проблем, и вдруг, а у него болезнь какая-то была, он никак не мог это говорить, вот у него это получается, и он понимает, вот оно где-то, вот все те проблемы, они где-то вот, ну, важные, но они там, да, а вот здесь вот, сейчас, да, то же самое, вот одна из моих любимых его вещей, это воспоминание моих прекрасных шлюхов, это, по-моему, последняя вещь, которую Маркес написал, тоже очень такая трогательная, про любовь к живому человеку, да, там, ну, так говорим, вот, тоже какой-то успех, известный журналист, да, уже, там, забывается, там, влюбился в девушку, начал себя это вспоминать, и чем тоже заканчивается, там, там, ищет еще смысл себе, и потом он просыпается утром, живой, с руками, с руками, понимаете, то есть, вот, поэтому говорить о счастье можно, ну, в принципе, многое, но здесь очень важно, ну, какие моменты, во-первых, вот, если вот так немножко вот, как-то резюмировать вот этот вот пласт, который, да, мы с вами обсудили, во-первых, это отношение человека с самим собой и с внешним миром, на чем это строится, на шкале цен, который у него в данный момент есть, а шкала ценностей у всех разная, и она меняется изо дня в день, и это нормально, это не то, что значит, ну, простой пример, я сегодня вот проснулся утром, да, посмотрел, ну, классно, погода хорошая, все, у нас с вами интервью, все, значит, да, и вдруг у меня заболел зуб, я все про это забыл, да, и у меня уже этот, моя шкала ценностей поменялась, потому что мне важно как-то с этим зубом разобраться, а потом уже как-то всему остальному, и вот очень важно, во-первых, вот уметь иметь вот эти механизмы внутренние, приведение себя вот в, ну, скажем так, в условно нормальное или там в полночисленное состояние, подменяющиеся шкалу ценностей, подменяющиеся внешнюю среду, подменяющиеся там социум, который на тебя как-то воздействует, ребенок расстроит все, вот, это вот один момент, да, и второй момент, который мне здесь вот тоже хотелось бы отметить в связи с этим, ничего я не сильно так за... Хорошо, хорошо, хорошо. Второй момент, это, ну, как я, я, например, считаю, что вся наша жизнь, ну, мы же с вами как одновременно и волны, и кванты, да, то есть у нас квантно-волновая природа, и мы все, в общем, нам свойственно колебаться, ну, то есть колебания, и наша жизнь тоже как по майке колеблется, поэтому говорить о том, что можно достичь постоянного, константного уровня счастья, наверное, сложно. Я допускаю, что есть там присветленные, ну, там, типа Будды, так сказать, или кого-то, да, кто, может, и только если там почитаешь сексарку, там у него этих колебаний тоже было немерятно, понимаете, поэтому понятие счастья, оно все-таки, ну, я не то, что хочу сказать, что оно невозможно, если ты не страдаешь, но оно так или иначе связано со страданиями, с проблемами, то есть человек, который познал, ну, познал, неважно, на себе или прочувствовал, или увидел, ну, какие-то несчастья, ему легче быть счастливым, потому что вот на этом колебании, не обязательно ты должен там сначала упасть вниз, потом подняться, как бы, на это счастье, нет, но ты, не познав несчастье, ты не сможешь, ну, как бы, наслаждаться полноценно тем счастьем, как он. Вот, знаете, еще вот, ну, у меня, я просто такие вот примеры выплывают, у меня есть товарищ, который воевал в Французском регионе, в Селии, и потерял ногу. И, ну, знаете, я не видел более счастливого человека в жизни, значит, когда ему поставили протез, и он начал на этом протезе просто нереально, понимаете, вот мы смотрим, да, внешне, ну, инвалид, да, ну, все, жизнь закончилась, да, там, пусков хлеба нет, там, все. Человек просто реально, у него какая-то программа жизни там своя выстроена, ну, там, не дождался, пока ему этот протез подрегулировали, там, купил напильник, сам его подпитился, нормально ему новый поставили. Ну, этот человек вот через взятого, я с ним разговариваю, он видится вот тем, что вот его конкретная, там, шкала ценностей сейчас, ему нужно срочно восстановить свою работоспособность, чтобы дальше потом заниматься, в принципе, всю жизнь заниматься, понимаете? В нашем понимании это может оказаться вот вот так немножко необычным. Михаил, а скажите, пожалуйста, какие привычки, какие навыки, какие качества нужны человеку для того, чтобы быть счастливым? Вот вы сказали про вашего приятеля, что он счастлив, а какие, например, привычки, навыки, качества помогают? Знаете, это, скорее, вот я как, ну, я не знаю, как тренер, допустим, да, ну, вот тренер по единоборствам. Значит, у меня вот глубокое убеждение, что надо работать индивидуально с человеком в режиме онлайн. Ну, то есть, вот я почему-то немножко скептично отношусь и к массовым вебинарам, там, и ко всему прочему. То есть, да, можно учить людей, но это отдельная тема, потому что вот хочется учить, там, еще у Рашкова, по-моему, было сказано, зачем вы даете людям советы, с чего вы взяли, что они им нужны. Да, 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 я тоже не даю советы, вот только тогда, когда обращаюсь, да, обращаюсь. Ну, как бы, если у человека есть проблемы, если ему надо, она может, ну, скорее всего, быть какая-то вот индивидуальная, уникальная, ну, в принципе, можно поговорить вот о таких вещах, да, например, ну, вот я пробовал тоже так для себя сейчас вот набросать, да, учитывая, что у вас вопросы были, ну, во-первых, надо научиться слушать себя, ну, то есть, мы забываем, что такое тишина. Потом надо научиться быть здесь и сейчас. Ну, это вот связанные вещи, да, то есть ты когда... Надо научиться благодарить. Ну, неважно, ты веришь в Бога, или ты там веришь в какой-то всемирный разум. Я думаю, что это, в принципе, все одно и то же, ну, так сказать, просто разные способы, но ты должен благодарить жизнь за то, что она вот так складывается у тебя и ругать ее, там, за то, что, эх, вот мне не повезло, там, что-то такое происходит, да, благодарение. Ну, здесь же вот, наверное, связаны и такие вещи, как, ну, они известны во всех этих программах, как брать на себя ответственность, да, там, например, да, ну, это тоже как-то, наверное, вот здесь работает. Потом, я думаю, что еще есть такая тема, как свои и чужие роли, да, потому что мы зависим... Как почему человек становится неещательным, да? Потому что вы... Ну, я не вас имею в виду, а просто происходит то, что нам навязываются какие-то роли, которые нам не следуют. И мы начинаем конкретовать собой, даже этого не осознать, даже хорошие роли, там, ну, например, там, вся семья врачи, да, и ребенка, как-то, что-то не было, чем-то делать. Да, да. Все, да, а сколько людей? Да он не хочет быть врачом, он хочет, там, быть, компьютерчиком, и все. Там человек идет, там, ломается судьба, заканчивает этот метр-институт, вырастает, особоет, потом бросает эту работу, находит другую и становится счастливым, да, в таких примерах. Поэтому вот, ну, и, знаете, я думаю, что здесь еще вот ключевая тема, она такая, может быть, немножко православная, но без нее все равно сложно идти в эту тему, это любовь. Чего, я вот услышал, ну, такая муха одно из интервью, да, вот, которые, ну, там, фрагмент просто был, да, и вот, ну, как раз проводил эсаналок, что там, ну, вот, есть, как бы, по-разному подходят, да, в том числе, там, говорят, что все-таки надо страдать, чтобы завтра повышать. Виктория Дубинская, да? Да, 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 на самом деле, там немножко, ну, я, я, ну, это тоже присутствует, но главное там не в этом. Там ведь, если вот все эти истории православные собрать, посмотреть, там ведь самое главное – это любовь. То есть там тебя, ну, то есть там что говорится, возле ближнего, как самого себя, ну, то есть, значит, ты сначала должен научиться любить себя. То есть это что значит? То есть ты должен не вредить себе, ты должен делать так, ну, начиная от питания, начиная от здорового образа жизни, там, еще чего-чего. Но учить себя любить сначала, да, вот, и просто отбить. Потом дальше следующий шаг – возлюби ближнего. Не претензии к нему, да, а уже самый высокий, уровень любви, который, там, ну, недоступен, как бы, допустим, обычному человеку, да, там, а может быть, доступен, там, уже какого-то продвинутого, да, это любой бог. Посмотрите, монах молитв, да. Вы, ну, я очень много, у меня там есть их друзей, я видел, монах молитв, ты попробуй совершен ли счастливый человек. То есть это, ну, вот, просто реально, как бы, люди, там, вот, на афоне, там, еще, по-нашему, допустим, неркам, да, че, там, какой-то нищеброд, да, идет, там, там, ни одежды, ничего, да, а у него душа светлая. Ну, счастье, там, гармония, да. А когда начинаешь читать, что он пишет, там, ты вообще, там, думаешь, как так, вот этот, там, нищие оборваешь, да, там, ну, извиня, я так полезно говорю. Да-да-да. И такие вещи, как будто бы, там, вот это, ну, тоже счастье, да. Это есть еще одну тему, я думаю, что мы скоро с вами, там, наверное, успех плавно, да, будем. Пока еще, пока еще у вас вопросов по поводу счастья. Павел, я бы еще одну тему хотел затронуть здесь, она, в общем, тоже такая интересная, ну, чтобы уже быть, может быть, ну, так, честными, да, по отношению к себе, обыграть вот эту тему не в деньгах счастья. Какую тему? Какую тему? Не в деньгах счастья, да? Да-да-да-да, не в деньгах счастья. Понимаете, вот, понимаете, здесь тоже такая вот, если мы, ну, скажем так, обычному человеку, ну, и даже, там, для себя, например, будем говорить, что, ну, конечно, деньги нужны. И, конечно, если денег нет, то ты, в принципе, в твоей штале ценности, они какое-то место занимают. Ну, не обязательно первое, да, если ты говоришь, что меня это совсем не интересует, как правило, это, ну, как правило, это все-таки лицемерие, там, не всегда. Ну, я не знаю, бывают такие люди, но очень мало. Поэтому, ну, к этому тоже надо относиться, вот, как к одному из параметров, как к одному из элементов работы с собой. То есть ты должен, ну, как бы, понимать, да, ну, конечно, если у тебя денег нет, ну, хорошо, что если ты, ну, как бы, не нашел там свой светлый путь, там, с этой неманатной Афони, да, хотя, может быть, им тоже нужно, я не знаю, скорее всего, да, просто у них, там, по критериям он там ниже намного, да, ну, то есть это ты все равно, как бы, ну, не должен исключать, что это нужно. При этом, при этом, надо понимать, вот, у меня очень тоже есть много знакомых, которые очень богатые люди, которые при этом, так сказать, вот, имеют проблемы со всеми. Да, 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 конечно. Ко мне тоже поучим приходят, часто. Я знаю, что это товарищ, который, ну, очень успешный, молодой менеджер, очень крупный руководитель, и вот, ну, тоже разговариваем, я говорю, слушай, а чего, как? А он говорит, да, понимаешь, я всю жизнь не считался так богатым. Я в 35 лет заработал столько денег, что мне на всю жизнь жизнь хватило. Я дальше не понимаю, что делать. Я больше ничего делать не умею, то есть у него образовалась вот такая, при этом хорошая семья, там, друзья, у детей, но при этом вот это, ну, как бы, сыграло злую шутку, то есть ты, как бы, да, вот, все, заработал, всех обеспечил, там, построил какую-то жизнь. Дальше надо срочно менять, какая-то история. Человек растягивается. То есть вот, то есть это вот, ну, такая тоже осторожная тема, к которой надо также осторожно подходить. То есть, если мы говорим, что не менее, как часто это, ну, я думаю, что в подавляющем уже все случаи мы их примерим, но, опять же, мы должны понимать, что если у тебя деньги есть, это не значит, что ты сейчас не думаешь. Просто у тебя один из параметров, так сказать, ушел снова, ну, там появляются и плются, и плются. Об этом тоже можно говорить, касаемо воспитания детей. В общем, вот так, давайте вопрос. Ну, по поводу денег... Я вам не даю, да. Да-да-да, вы мне слово не даете сказать. Я предупреждал, что меня надо останавливать. Вы как, пацанаки, подавайте. Хорошо, хорошо. По поводу денег, это очень интересный вопрос. Меня он тоже очень интересует, потому что у меня в системе ценностей нет денег. Вот действительно нет. Наверное, потому что мой папа все время говорил, что самое главное, чтобы работа нравилась. Главное, чтобы пользу людям приносить. И не в деньгах счастье. Это тогда в годы социализма говорилось. Тем более, что мой папа был доктором физико-математических наук. Мой брат тоже стал физиком. И как-то у меня... Я же уже много лет заполняю колесо баланса. Например, 8 сфер. И вот эти 8 сфер у меня никогда не были финансов там. У меня всегда было творчество, например, творчество, дело. И да, конечно, каким-то образом было важно. То есть, например, важно хобби. Я катаюсь на лыжах, катаюсь на велосипеде, еще что-то делаю, на что нужны деньги. Или люблю путешествовать, путешествую тоже. И для этого нужны деньги. Но вот именно деньги, как сегмент колеса баланса, у меня никогда такого не было. Я очень много занимаюсь психологией счастья. И ученые в Калифорнии, психологи в Калифорнии, например, Соня Любомирская, она проводила огромное количество научных исследований по поводу психологии счастья. И там, например, опять же я ее цитирую, она опубликовала массу книг, массу статей по поводу психологии счастья, что финансы, они важны, но они важны, и финансы, и, например, те условия, при которых вы живете, они важны, но до определенного уровня. 50% в нашем ощущении счастья это генетика, 10% это обстоятельства, это, например, такие обстоятельства, как машина, дом, квартира, где вы живете, и 40% это то, что вы делаете каждый день. И с этой точки зрения, то есть на генетику мы не можем повлиять, обстоятельства тоже иногда так складываются, что человек думает, что он не может повлиять на них, а 40% это наше действие, и на наши мысли мы можем повлиять. И с этой точки зрения у нас есть огромная возможность быть счастливым в их условиях. Нет, здорово. Я просто на самом деле немножко сгущаю, как бы, вот историей, да, потому что, ну, статистика статистика, ну, во-первых, у любой статистики всегда это, не знаешь, что она по отношению именно конкретно к тебе будет. Да, конечно, конечно. А потом, опять же, это индивидуальная работа, там, у каждого своя вот эта история. Я просто, когда говорил, я просто поднял эту проблему, потому что с ней, ну, как бы, очень часто приходится сталкиваться с того, что, ну, особенно, вот, там, допустим, вы, ну, когда молодежь, да, там, вот, ну, хочется красивой машины, там, допустим, модные шмолки, да, все. Ну, это есть его система ценностей, ну, и, в общем, сказать, что вот это все надо убрать, когда ты будешь счастливым, это тоже сложно, да, все равно, как бы, они там плавно как-то это перетекают. Поэтому я здесь именно, вот, не в плане поспорить, а в плане, ну, как, вот, обозначить, что есть такая тема, которую надо очень аккуратно убрать. Да, 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 да. Меня, кстати, очень интересует вот именно вот вопрос денег и счастья. Масса же пословиц тоже об этом, о финансах, да, и о счастье их, о благатых. А скажите, пожалуйста, как вы можете, Михаил, определить, вы видите человек перед вами, как вы можете определить, что человек счастливый или не счастливый? Ну, хороший вопрос, вы знаете, ну, в основном это, наверное, по первому взгляду, ну, можно тоже, ну, это то, что называется, знаете, бывает, просветленный человек, да, там, особенно там, ну, бывают бабушки такие добрые, знаете. Ну, в принципе, это вообще, если ты видишь, ну, знаете, особенно, когда у тебя там уже в голове, ну, вернее, пройдено какое-то количество там неправильного опыта, когда ты там размышлял, что-то думал, смотрел, то можно по манере поведения человека, ну, как бы, понимать, насколько он там, ну, скажем, гармоничен или негармоничен. Вот, знаете, вот здесь я, я вообще такой, мне нравится, бывает, всякие эти провокации и прочее, я последнее время люблю очень вот на кучу смотреть, потому что, ну, у меня вот часто бывает интересный вопрос, вот, то, чему ты учишь, это ты сам там или нет? И есть и такие, и такие. Да, конечно. Да, ну, вот в этом плане, ну, как бы, вот, у Сергея, у него как раз вот... У Сергея Несмеянова, да? У Сергея Несмеянова. Что мне у него нравится, то, что вот он, ну, я не знаю, в какой степени, насколько, как бы, ну, мне кажется, вот он где-то там рядом. По его, так сказать, вот, восприятию жизни, по тому, как он другим, а есть просто люди, которые пытаются, ну, там, чего-то красивое тебе, ну, как бы, продать под видом искренности, да? Ну, и ты, ну, я не знаю, это такое уже, знаете, как там, какое-то шестое, седьмое чувство. Ну, я еще там, опять же, много очень, я говорил, когда занимался своими там конфликтами разными. У Сергея Несмеянова, я там читал лекции в Санкт-Петербургском Малороскете. И, знаете, как-то, ну, ты смотришь на человека уже там, начинаешь понимать, объяснить слово, понимание, там, врет, не врет. Ну, я думаю, что здесь, ну, видно две вещи, так сказать, вот одна, это гармония, должна присутствовать, и, в принципе, ты его видишь, да, почему ты не признаешься, не сердится. Ну, если сердится, то есть, как-то, а вторая искрится. То есть, естественно, это очень важное, как бы, качество, то есть, человеку нечего скрывать, и он, в принципе, готов принимать мир такой, какой он есть, и себя мирно показывать такой, какой он не стесняется, потому что ему нечего стесняться, потому что он тебя любит, тебя принимает, и, если это мне сейчас достойно, да, вот я в таком виде, почему же мне надо от людей что-то скрывать, да, я не могу, пожалуйста. Но, и в этой разъезде, кажется, два таких фактора, они вот, по крайней мере, вот уже появились. Михаил, а вы можете озвучить какие-нибудь самые счастливые моменты из вашей жизни или периоды вашей жизни? Знаете, очень сложный вопрос. Ну, безусловно, такие моменты были. Это момент, ну, наверное, это рождение детей. Ну, тоже можно долго говорить, ну, короче, это рождение детей, да, например, трое сыновей, это момент счастья. Ну, какие-то моменты, наверное, связанные, ну, с какими-то, ну, это мы уже там, может быть, больше, про достижение успеха, когда, вы говорите, есть моменты, например, с преодолением, да, то есть, ну, опять же, когда, ну, скажем, тоже докторскую диссертацию готовят, 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 да, волнуешься, наслаждает защита, там, у нас проходит вообще на ура, и ты понимаешь, что, да, вот такие-то моменты, какие-то удачные проекты там заканчивались, сложные тоже. Ну, рыбалки там, ну, это, знаете, это вот все-таки именно такие пики, да, то, что я называю там ближе к оргазму, да, мы же когда говорим все-таки про счастье, мне кажется, мы подразумеваем, что это должно быть некое устойчивое во времени состояние гармонии, не то, что вот, не, ну, это тоже, как бы, классно, да, Марлина первого поймал, когда ты счастливый год. Поэтому, ну, там, первый прыжок с парашютом, ну, да, сколько угодно, тренировки. Потом, знаете, вот есть, ну, ощущение, ну, если мы говорим, опять же, ну, это, наверное, не ближе ни к счастью, а к гармонии, ну, вот состояние гармонии, например, ну, во время моей храме, то есть удаётся, вот, уходит какое-то такое, ну, он остается, да, и ты вот остаёшься. У меня вообще очень интересная история. Я, когда в храме, я периодически перемещаюсь в спортзал. А спортзал мне иногда напоминает храм. Ну, а почему? Потому что, ну, там, в принципе, связанные вещи, в общем, то есть вот с духовными практиками, там, и прочее. И, ну, вот эти, допустим, в том же спортзале, когда удачно проходит тренировка, когда удаётся, а там и тренировки просто не очень связаны с передачей состояния. Ну, то есть, если на пальцах объяснить, то ты должен человеку показать спокойное, неагрессивное состояние, в котором он может работать. И вот если это остаётся, там, тебе, чтобы ты показал, то, кто учится, чтобы смог почувствовать это, ну, такое состояние близкое к этому, к благодатью. Ну, такие вот вещи. Вы сказали по поводу того, что вот счастье для вас – это, ну, так же гармония. А что такое гармония? Гармония, ну, я думаю, что равновесие какое-то. Равновесие, ага. Ну, наверное, да. Просто, знаете, вот мы тоже там, я часто сталкиваюсь с вещами, когда ты говоришь о каких-то интересных темах тонких, слова не всегда отражают то, что ты пытаешься писать. И чем больше ты пытаешься облечь это в слова, тем дальше уходишь от этого состояния. Поэтому я просто попытался так определить, вот, ну, понимание. Может, поспорить, может, как-то методом отфотизма. Просто, когда мы говорили, вот, допустим, про гармонию, гармония с самим собой, мы просто на примере. Гармония с самим собой и с окружающей средой. Ну, что я имею в виду с самим собой? Во-первых, это у тебя должны быть, ты должен быть понимать, что, какие эмоции, и как они тобой управляют, да, или ты им можешь управлять. Какие у тебя напряжения внутри, просто вот физически, моральный эмоциональный спортсмен, вы понимаете, да, что, скажем, если ты неправильно, даже неправильно ходишь, у тебя где-то возникают там какие-то, ты уже как бы не можешь гармонию с самим собой паснуть. Ну, тоже, правиль практики йоги, йоги, как бы, они как раз вот этими вещами там занимаются, да, то есть, как бы, они интересные, но там, ну, не всеобъемлющие. Именно вот это, отпускание, значит, слушать тишину. И ты попробуй вот, причем это, когда говоришь, очень трудно с самим собой разобраться. Мне нравится единоборствами заниматься, потому что там единоборствами, они как раз как вот лапсовая бумажка. То есть, если у тебя есть где-то, ну, скажем, чуть-чуть агрессия, да, желание человека ударить там или победить, ты хорошо не сработаешь. Не может, чтобы, да, ну, это и посмотрите, там, ролики у нас там. Попадываются разные, я вот специально вас это вот заполню. Я посмотрела, я сама занималась, несколько лет я занималась каратэ, когда училась в МГУ на филологическом фокусе. Понятно, ну, здесь это, вот, и здесь немножко другое, но все равно, как бы, вы знаете, понимаете, о чем здесь. И вот убрать эту агрессию из себя, убрать эмоции, убрать страхи, да, то есть это же, вот, ну, как бы, на словах это просто, а на деле с этим очень сложно разбираться. Дальше, как бы, ты с собой научился работать, допустим, да, ну, хорошо. Это только первая часть, да, ты как-то там, ну, будем считать условно, более-менее там разобрался. Дальше окружающая среда. Ну, ты начинаешь понимать, а что, как я вот с температурой там, как я со всеми, ну, как бы, с нагрузками, как я с социумом, дальше с социумом переходим, да, там, стать независимым, да, что текимани пошла и тебя обругала, да, например. Да-да-да. Ну, это же все склады, ну, потом, как правило, это, ну, там, текимани или там подрезал владитель, это полдела, а, как правило, это есть какой-то стабильный набор, так сказать, возмущающих факторов в виде, там, детей, членов семьи, там, соседей, близких друзей, которые обычно, там, в процентах, это, там, всякая история, она кидает, да, с этого хочешь. Вот, ну, как бы, оно так и происходит. Вы сказали, озвучили несколько моментов, когда вы были очень счастливы, а могли бы озвучить какие-то моменты, когда вы были несчастливы, когда просто периоды в жизни какие-то? Слушайте, ну, в общем, да, если мы, опять же, будем определять здесь, как устойчивое во времени состояние тревоги и антигармонии, в таких именно, так сказать, параметрах, да, но, наверное, были, да, были, и, опять же, они, ну, менялись в зависимости от, ну, как бы, вот, шпалы ценностей. Я думаю, что, в первую очередь, это болезнь близких людей, когда ты не можешь ничего сделать. Это, кстати, как раз вот тот случай, когда приходится просить, ну, когда ты понимаешь, что уже, все, от тебя ничего не зависит, ну, что-то там попросить. Ну, вот, если говорить о несчастье, да, вот, болезни близких людей, ну, иногда бывают свои болезни, когда что-то там происходит, случается, и ты начинаешь, там, ну, потом тебе кажется, что-то смешно, но у меня, например, была такая история, очень смешная. Я где-то лет 30 был, а я играл за сборную в регби, значит, все, у меня такой был спортсмен весь, спортсмен там, успешная карьера была, все, и где-то лет в 30 у нас первый раз делали обследование с радиограммами, то есть, ну, еще там время было, но мы не делали. Ну, а у меня кардиограмма, она, в принципе, до сих пор такая, что если незнакомый врач смотрит, говорит, спрашивает, почему больные не в реанимации? То есть, здесь Питер, как бы, мы там проехали по всем больницам, потом, я на Москву переехал, всю Москву тоже, там, все эти клиники, значит, все, потом махнули рукой, говорят, живи так, ну, просто вот такие специфики организма. Тогда, перед следом, говорят, все, там, двое маленьких детей, там, значит, живи только у нас, нравится, а тебе говорят, все, у тебя больше, ну, там, в любой момент, там, в течение полного года, ну, то есть, да, сейчас я, конечно, с номером просто не могу, но вот тогда это, ну, реально было такое состояние. Микаил, а на сколько сейчас? Это бывает, особенно, когда такие-то, там, подозрения на какие-то серьезные вещи. Ну, то есть, вот, в основном, такие, ну, менее, я просто должен закончить мысль, чтобы, да, менее, может быть, такие яркие, но тоже, когда, там, ссоришься с любимым человеком, такие периоды были, ну, когда на работе проект неудачно складывается, там, там, заказали, здесь тебя заказали, значит, там, бандитом, да, тебе надо там как-то что-то, а ты такой весь белый и пушистый, кругом враги, значит, давит, давит, ну, тоже, ну, когда это длится несколько месяцев, конечно, психологически очень тяжело, то есть, тоже такое состояние, ну, ну, единственное, чего у меня, наверное, такого не было яркого, может быть, состояние одиночества, то есть, я так вот одинокий, то есть, проблемы, конечно, какие-то бывают, но вот мне это сложно понять, потому что, ну, как бы, если никого нет, есть друзья, если нет друзей, нет, с собой как-то не договорились. Да, 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 у меня такого тоже не было, мне самой собой никогда не бывает скучно. Михаил, а насколько счастливым вы себя считаете? Вот если так вот брать, от нуля до десятки, и вот десятка – это абсолютное счастье ваше? Ну, я думаю, где-то 7-8. 7-8, 7-8. А вот в эти недели пандемии, коронавирус, в эти недели самоизоляции, вы сейчас дома или где-то в другом месте? Я думаю, на даче. Вы дома, на даче. Например, в эти недели самоизоляции, я читала ваши посты, что у вас должны были быть поездки, куда-то, то есть в эти недели, когда масса всего того, чего намечалось, было отложено. Вы ощущаете ли себя менее счастливым или более счастливым или приблизительно таким же счастливым? Знаете, очень интересный вопрос. Вот если коротко, вот я потом объясню, чтобы не было так каких-то нападок. Я сейчас ощущаю себя более счастливым человеком. Я вам все потерял. Но, вот что если касаемо нашей ситуации? Ну, мне кажется, у нас с вами как-то немножко дистрируется похоже, потому что вы тоже активный человек. Да, 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 я тоже более счастливый сейчас ощущаю. Знаете, я думаю, что, ну, я там тоже про это писал, но в этих постах, смотрите, вот если брать сегодняшнюю ситуацию, то она, в принципе, ну, наверное, характеризуется или там состоит из трех составляющих, которые не надо путать. То есть первая составляющая – это, собственно, угроза болезни. Ну, то есть, мне вот совершенно я не люблю вот эти рассуждения, там, есть она, нет, правильно, неправильно, ну, просто болезнь точно есть, угроза точно есть. Да, да, да. Правильный или неправильный тоже не так важно, как бы, ты должен, ну, какие-то разумные меры, как, что там, ну, мне, например, очень понравилось сейчас вчера пост был с этого, с отвоза, по-моему, да, они пишут, что самое эффективное средство – мыть руки. Вот я об этом, как бы, ну, все это время всем знакомым рассказывал, маски, там, еще немае, говорю, слушай, вот вы обратите внимание, вот руты, да, то есть я посмотрел, просто, как это происходит, да, то есть сидешь куда-то, одел перчатки. из магазина вышел, перчатки выбросил, пришел домой, руки помогут, у тебя 8% там, у всех, у всех, у всех, у всех. Уже там идет твоя, это, дурь, там, допустим, да, ты пошел с кем встречаться, не встречаться, все, то есть вот один блок, это чисто вот разумный, ну, я скажу, для себя, если решает, там, и это есть, это присутствует, то есть нельзя говорить, что вот, ну, как бы, да, это плохо, это угроза, так сказать, просто она там большая, маленькая, все, она существует, вот это, как бы, одна олимпийская вопроса, да, вот мой вопрос. Вторая, как бы, тема, она связана с личными потерями бизнеса, там, и прочими делами, ну, я ее даже обсуждать не хочу, потому что здесь один мой хороший знакомый, это Александр Александрович Сергеев, ну, тоже доктор наук из Мирбиса, он, ну, как бы, написал две вещи, как бы, я с ними согласен, во-первых, как бы, как было, не будет точно, как бы, не знаю, сейчас я в мае пережду, там, а потом будет подруга, и будет хуже, это вот, как бы, один кезис, и второй кезис, что у каждого должен быть личный антикризис, ну, ты сиди и думай, найдите, вот это уже, твой, никто не придет, никто не поможет, да, если помогут, то не так, значит, поэтому, то, что касается, как бы, бизнесовой части, это, опять же, ну, такой интимный процесс, как бы, человека, да, там, книгу, который я писал, да, свой проект сейчас делаете, у меня тоже идея возникла, я еще так медленно подступаю, я хочу писать книгу про единоборство древней русской, да, это уже не так, вот у меня там какие-то страницы появились, вот, это, как бы, вот, второй блок, а третий блок, собственно, что происходит, знаете, вот третий блок, он самый интересный, как раз по теме нашего сегодняшнего разговора, да, где я здесь, и вот, я сейчас, когда вы задаете вопрос, я отвечаю, как раз вот здесь, да, потому что первые два блока, они, как бы, независимо существуют, мы там, в принципе, обсуждать особо нечего, там можно просто разбираться, а вот, что касается третьего, вот, да, ну, есть подделька, ну, там, не поехал, я на КБ в Эрбе должен был ловить, ну, ладно, ничего страшного, ну, не произошло, это на следующий год, как-то 50 лет, там, для меня самое, как бы, сложное, это то, что надо тренировать, смотрите, у меня специфика тренировок такая, что надо тренироваться в зале, с партнерами, там, и вот этого, конечно, не хватает, футбол забрали, да, там, два раза в неделю футбол. Но, знаете, с другой стороны, ну, в принципе, ты сидишь, там, у тебя есть это, ну, как бы, инструменты для размышлений, ты можешь там что-то бить и растворить. Кстати, я с с вами товарищем, как раз, ну, с кем разговаривал, что больше всего тупиков у людей, которые, ну, скажем, привыкли, ну, в такой работе, ну, больше, как в службе, да, то есть, вот, работа, да, и для них это, конечно, сложно. Вот, появляется бездельность, а для меня ничего не поменялось. Ну, вот, когда я начинался спортзал, начинался спортзал, а сейчас я делаю пробежку, например. Ну, у нас тоже это, как бы, за время в лесу живу, поэтому... Ну, справедливости ради, надо сказать, что у меня еще особо свои ограничения нет по движению, поэтому я не заупотребляю, но во всяком случае, если я куда-то собрался, ну, в общем, не нужно, если вы решили, я пошел сюда. Да, понятно. Не такая проблема. Вот. Ну, а чем насилие, ну, я не знаю, ну, пробежки, там, потом я случайно выяснил, что, вот, спортинг работает, там, где-то в 50 километрах от меня, там, съездили, постарались, делали, делали, ну, еще какие-то истории, там, прибыли. И для меня очень странно, там, встречали, там, друзья, говорят, вот, я пересмотрелся, там, сериал, у меня одном фильме не посмотрели. Я тоже, а, абсолютно. Ну, вы тогда понимаете, о чем я говорю. Ну, у меня в день иногда бывает по пять интервью, и иногда я по 10 часов сижу, общаюсь с людьми, и плюс еще я веду занятия, это неделя, последняя неделя занятий в моем университете, так что... У меня не такая насыщенная жизнь, вы, в принципе, точно есть чем всегда занять. Хорошо, хорошо, спасибо. Давайте тогда сейчас поговорим немножко про успех. Давайте. Как бы вы определили слово успех? Успехи, что важно? Я думаю, что здесь важны две составляющие, то есть это формулировка целей, адекватная формулировка целей и эффективные достижения. Ну, это как бы вот на первый взгляд. Просто реально тут мы попадаем тоже в разные ловушки, то есть что значит цели, да? Здесь мы как раз вот попадаем на определенную мотивацию, мотивацию, это специфика, да, человека. То есть человеку хочется быть крутым. Хочется, причем, я говорю, неважно, либо ты зависишь от социума, то есть тебе говорят, да, вот, ну, все, вот он, здорово, что этот человек, например, попал в рейтинг, лучше стоп-менеджер, да? Ну, начинаешь, ну, вот, я тоже, мне кажется, что-то туда попадаю. Ну, начинаешь, там, попадаешь, ну, что-то делаешь. Вот знаете, здесь, мне очень нравится, Тимоти Феррес приводил пример, помните, да, это, как работа 4 часа в неделю, да, вот, его известно. Ну, короче, это известно тоже, такой, ну, он еще, тогда еще коучеров не было, когда он, ну, исследователь, ну, исследователь, ну, исследователь, ну, так вот, у него, как решать, то есть, любое, ну, как бы, достигать цели. И вот он, как бы, у него была мечта стать чемпионом мира по какому-то единоборству. Ну, как бы, я оценил свои возможности, ну, что, в принципе, ну, как бы, данные средние, значит, понимается спортом, но не настолько, чтобы стать чемпионом мира. Что он придумал? Он начал изучать правила. Нашел какой-то вид единоборства, где победу, ну, как бы, проигрыш, там, какой-то, выдается за то, что человек выскачался в дворах. Ну, он настроил свою методику только на том, чтобы, ну, учился бегать по ковру во время единоборства, выталкивать своих соперников и выигрывал турнир. Ну, то есть, вот он нормально получил себе, значит, этот, ну, как бы, звание, там, ну, либо победителя турнира, там, как бы, реализовывал свой эго. Ну, то есть, вот, такие вещи, как бы, они здесь как раз очень, ну, как бы, это, наверное, нормально. Я сам проигрываю. Ну, как бы, вот, надо понимать, что успех – это не то, что там, вот, что-то такое, данность какая-то. Ну, вот, если ты реализуешь, вот, свои потребности про власть, там, честное, ну, что-то такое. У меня знакомый психолог был для женщины, она вот раз нарисовала такой образ замечательный, я все время для него, я вот сейчас расскажу, она говорит, что, ну, это мы про мужчин говорили, я думаю, что у женщин там похожая история, но она говорит, что всем мужчинам взрослые, они как дети, и они любят играть в свои игрушки-брюлики. Просто брюлики меняются, так сказать, там, дорогие машины, значит, там, красивые девушки, там, и вот человек, причем даже не то, что кто-то его, а он больше всего сам себя начинает оценить, потому что вот у меня должна быть такая история. Ну, вот, давайте я сейчас вот сходу просто из известных историй, да, помните там истории, которые вот шли из, допустим, известных источников, да, Танин с гульбой девушек через вип-залы, как-то, в жизни, да, вот, ну, я сам видел, как-то сидел, да, грядил, идет взрослый человек состоялся, там, если он какой-то такой, и при этом, значит, у него такая история, там. Мишаил Прохоров, к которому, кстати, очень хорошо отношусь, мне кажется, с ним общие какие-то там фотографии, тренировки и все, он на спорте, понимаешь, что он надо было, и он реально там достигает каких-то феноменальных результатов, вот, в своих тренировках, да, но тоже, как бы, да, вот, понимаете, из какой-то прошлой жизни чего-то не было. Пожилые дядьки гоняют на мотоцикле, да, в детстве мотоцикла не было, не было возможности, надо, давай, поехали туда. Допустим, ну, Сулейман Керимов едет, летит в Европу на какой-то суперсовременной тачке, суперпопулярной девушке Кино-Кандилаки, да, в то время, да, едет и разбивается, там, на этой машине, ну, и так далее, и так далее, это можно много понимать, то есть, вот, что мотивация успеха, она вот идет как раз очень разная, и поэтому, если мы говорим с вами о, ну, в принципе, нормальной такой вот, чтобы позиции, да, нормальной, то есть, надо очень адекватно дать себе ответ, вот, а чего я хочу в этой жизни достичь, и, ну, вот, насколько, ну, как бы, насколько это реально, почему, потому что, если вы будете ставить себе цели заниженные, то, соответственно, и успеха у вас будет, да, какого-то особого, если вы ставите себе будут и завышенные цели, то вы их не достигнете, у вас, соответственно, будет там дисгармония, дисбаланс, и вам сложнее, там, достигать, и еще один очень, да, ну, это, вот, как бы, первый блок, да, это адекватная формулировка цели. Следующий блок, эффективное достижение, ну, то есть, это, как минимум, подразумевает, что ты владеешь такими этими службами, ну, то есть, ну, если ты что-то сформулировал, там, хочу стать директором, ну, ты должен понимать, что, ну, ты должен, как бы, управлять, как-то, ну, иметь какую-то базу, чтобы это сделать. Да, и, как бы, допустим, ты цель достигаешь, у тебя опять появляется там несколько, ну, как бы, этапов ее переживания, вот ты достигнешь. Обычно сначала ты испытываешь какой-то кураж, кайф, так сказать, того, что у нас это произошло. Дальше у тебя идет опустошение, опустошение. Я сейчас расскажу одну историю, тоже она очень интересная, в своей практике, вот. А потом дальше у тебя уже может наступить разочарование. Ну, то есть, ты шел, 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 да, вот тебе оказался пациент, ты там идеализмировал, как ты писавал. Он пришел, а она, ну, обычная, там, уговорил. Да, если у девушки ухаживал, ухаживал, там, учат, да, положил годы жизни, потом уговорил ее, женил, говорю, ну, ничего, зачем я там это все делать. У меня вот такая похожая история была, ну, смешная на ребрухе, но про это, ну, либо, можно чуть короче, либо подлиннее. Могу, если покороче, то самый конец, когда я, ну, короче, я когда забрал свою ребрухе, я тащил с собой фляжку виски и сигару, селфи сделаю. Я про это забыл вообще. Ну, то есть, вот это сам процесс, это объяснение, когда я спускался на место, у меня вот такое ощущение, у меня две мысли было, когда я шел обратно с вершины. Первая мысль, зачем тебе это было надо, ну, там, другими словами, естественно, не такими, мягкими, да, а вторая мысль, на них твоя больше здесь не будет. То есть, вот... Какая была вторая мысль? Извините, я не расслышала. Вторая мысль какая была? Ну, я сам с собой разговаривал, говорит, на них твоя больше здесь не будет. А. Ну, на самом деле, я потом это все пережил, как бы у меня там, после этого я там пошел на фон, сходил, там тоже было не менее тяжело на эту гору подниматься, на Святой горе. Но, тем не менее, вот как это... То есть, достижение цели, это тоже такая опасная, как бы, штука. То есть, успех получаешь, там, но... А что дать, что ты... И потом что ты с этим будешь делать. И здесь очень важно опять перевести себя вот в адекватные формулировки цели. Потому что я так понимаю, что нацеленность на успех, она тоже, ну, в какой-то мере, наверное, свойственна людям, которые не могут сидеть вместе. Ну, то есть, вот я себя к таким отношу. Вот мне... Почему я вот там перечитал предприятия, много разных предприятий, это тоже скучно становится. Как только ты там что-то наладил, ну, давай оставайся, там, бизнес, ну, наверно, когда-то экономически выгодно, но мне уже там становится скучно, я в какой-то проекту сажу и занимаюсь. Поэтому здесь вот эти цели достиг, значит, очень важно потом перетягивать вот в адекватную генерацию новых целей. Ну, и бывает горизонтальное движение. То есть, ты либо вверх, либо вниз. Если тебя вообще интересует, понятие успеха. Если не интересует, все. Вот тебе счастье, работай с счастьем, значит, пожалуйста, хочешь быть счастливым, будь им. Если тебя мучает тщеславие, гордыня, там, как угодно, ну, я в хорошем смысле пока не... Да, да. Если я тебя, в рихаторской, довольно в разумном пределе, да, то тогда здесь вот уже идут свои правила. Михаил? Это такая более-более жесткая игра, такая, знаете, больше на... ну, такая более стронна. Михаил, а насколько успешно вы себя считаете от нуля до десяти? Хороший вопрос. Вы знаете, я бы себе даже, может быть, и десять поставил, но это, наверное, будет лукавство, потому что... Ну, я вам скажу так. Вот все, что я более-менее хотел, я этого всего достиг. Ну, может быть, количество денег, которые, так сказать, хотелось больше, там, достиг меньше. Но, учитывая, что вы только что разъяснили, что не есть счастье, можно. Понимаете, это вот как раз тоже такой интересный, вот это вот вопрос, который он где-то играет вот на вот этой корреляции между счастьем и успехом. Вы знаете, вот тоже шкала ценности меняется. Ну, там, во-первых, ну, то, что достигается, потом становится, ну, каким-то таким... Ну, наверное, ты знаешь, чему я вещь, но... Ну, а что с ними сейчас делать, например, да? Ну, хорошо, ну, был в Рейдинге, да, там, ну... Ну, эксперт Госдумы, ну, что, такая рутина будет, в принципе. Ну, я не знаю. Ну, инструктор, там, веденогорский, могу что-то показать. Могу, там, с молодыми побороться. Ну, доктор наук, да? Ну, понимаете, там, да, какие-то, ну, медали, госнаграды, там, звания какие-то еще. Ну, вот то, что, знаете, когда ты там в какой-то момент ставишь задачу и достигаешь, тебе кажется, что это вот, да, вот, без этого жить нельзя, ты должен это достичь, и потом все. А потом... Ну, есть очень хороший анекдот, он такой, его можно прилично рассказывать, но скорее, по заряду. Давайте я вам расскажу, если что, вы его можете... Хорошо, хорошо. Мне очень нравится. Значит, опять же, вы из ученой семьи, короче, к очень уважаемому мэтру, профессору приходит аспирант. То есть профессор старенький, уже заболел, и приходит, значит, аспирант. Аспирант, значит, глаза горят, будет небожитель, там, ловляет все, что можно, и все, и вот он, мало того, чтобы от него в аспиранте пропал, так вот еще и там не пришел. Ну, потом открывает дверь, значит, заводит его, смотрит аспирант. Ну, он идет, говорит, вот, говорит, заводит его в свой кабинет, там все ложит, и, говорит, это, говорит, мои труды дополнят, и учитель, и все, и все. Ну, вот, мы пойдем, ходим в гостиную, придоры, там тоже есть две труды, говорит, а это, говорит, труды моих учеников. Вот, говорит, я, смотрю, доброго ряда. Все это, пожалуйста. Спускается дальше, там какое-то, ну, там, полподвальное помещение, там уже просто вот так все укидывали, стоят, научные труды, говорят, и я, что-то, что-то, что-то. А это, говорит, труды учеников моих учеников. Ну, и то, великий учитель, все. Ну, говорит, знаешь, говорит, вот, я помню, я был, ну, тоже начиналась моя научная деятельность, там, и я был студентом, первый пост поступил, и отправили масло на картошку. Я, говорит, на картошке, говорит, вот, ну, так весело как-то все было. И вот, говорит, ну, там сено копнули, наверху стоят девушки деревенские, там что-то в стакане. И, а я, говорит, снизу ей это сено подоило. И, говорит, а там ветер, как бы, сарафан развивается, говорит, это она вообще так, я, говорит, ну, так понравилась она мне, я вижу, что и я ей тоже нравилась. Ну, говорит, полез, я к ней это дам, это сено, говорит, ну, говорит, а сено, говорит, ну, как, я делаю, это расхожие, сено мяско, говорит, ну, ничего у нас не получится. Вот что я думаю, говорит, вот взять бы сейчас все эти книги и подложить бы, говорит, вот там, под нее, говорит, вот это было бы часть. Хорошая, да? Хорошая. Ну, вот, это как раз, знаете, вот ошкале ценностей, потому что, ну, вот, хорошо, ну, да, конечно, ну, конечно, это все же как-то значимо, конечно, ну, приятно, что там тебя где-то, там, оценивают, кто-то, ну, а дальше-то что, все равно, понимаете, ты же не можешь, вот, если это набрать, с этим быть счастливым, потому что, ты все равно, чего-то, дальше делаешь, поэтому, не знаю, ответил, не ответил, на вопрос. Ну, то есть, вы сказали, что у вас, в принципе, можно было бы сказать, что десятка, но, вопрос о том, что, ну, знаете, это вопрос благодарения, то есть, я, по крайней мере, стараюсь, ну, как бы, благодарить за то, что у меня вот так все сложилось, все хорошо, а то, что не складывается, ну, ну, наверное, так должно быть и тоже, но, при этом, я, естественно, как нормальный человек, не хочется, какие-то, ну, какие-то, пока проблема, то, что я не знаю, как исполниться, ну, то есть, у меня уже таких амбиций, как, ну, я управлял крупными, предприятиями, допустим, ну, если что-то подвернется, мы поработаем, в общем-то, ну, тоже это уже не новизна, ну, может, по-своему, бы через что-то, что-то подчеркнет. Михаил, а какие ваши привычки, какие ваши навыки, какие ваши качества помогали вам достигать успеха, или помогают достигать успеха? Слушайте, я очень пытался как-то это в этих формулировках, когда в Великой Дене профиль делал, сформулировал эти качества, но я их вам просто, наверное, пересказывать по памяти не смогу. Ну, на самом деле, вот то, что я сегодня рассказывал, мне кажется, наверное, об этом, то есть, надо познать себя, ну, как познать себя, это, ну, реально, это фактически означает, что ты работаешь, но как бы нету просто в тебе, ну, скажем, там, ум, интеллект, какая-то физическая форма, то есть, это все взаимосвязано. Именно, как бы, для конкретного человека. У меня вот есть знакомый, там, которому не надо было заниматься спортом, он был городской житель, не просто, чтобы было, там, прогуляться пять километров, чтобы чувствовать себя, да, если ты, там, с детства подсеркнуть на какие-то спортивные дела, то это уже мало. Значит, у каждого это индивидуально. Ну, то есть, как бы, быть в форме, быть, контролировать свое состояние, любить людей, фильтровать базар, ну, то есть, там, с кем ты общаешься, с кем ты не общаешься, как общаешься. Тут очень много интересных вещей, мы можем просто уйти, ну, вот самый простой вариант, да, это тоже, один из таких, ценить время, так сказать, да? Да, да. Время не очень интересно. Я так, несколько лет назад, наверное, полно людей, там, говорят, давай встретимся, куда-то приезжай, ну, это не надо, там, тачишься, такой колец Москвы, сидишь там, пьешь кофе, там, говоришь, там, не о чем, возвращаешь, думаешь, ну, зачем поедешь, что-то. Начал, выясняли, что нужно. Это еще до вот этих вот, как бы, лет назад, там, всяких скайповых дел, да? Оно, как бы, что обсуждать, зачем случается? Ну, там, отсеивается сразу, как право. Если человеку, что-то надо, хорошо приезжать, я с тобой поговорю, ну, если кто-то из близких, ну, то есть, вот такие. Потом, есть ощущения, которые совсем не нужны, ты понимаешь, какие-то люди такие, вампиры, там, нечто. Да, да, ну, это же твое время, ты, у нас же, знаете, еще есть вот такое, мы же все, как бы, правильно воспитаны, да, хорошо, и неудобно отказывать, да, вроде бы, да, но, а с другой стороны, почему ты должен, там, своим временем, если оно тебе ничего не дает, я не говорю о помощи, если помощь нужна человеку, да, но это, как бы, редкий случай, когда человеку нужна реальная помощь, он вопрос на деньгах, приезжаешь, помыкаешь, или рассказываешь, не могу. Да, например, есть вопросы, ну, а если просто, как бы, анекдоты порассказывать, есть? эффективное использование время, адекватные цели, потом еще, знаете, вот такая честность по отношению, ну, это опять же, это вопрос уже ближе к мисти, ну, мне, например, не нравится через людей, перешагать, потому что, если ты достигаешь, как бы, ну, достижение успеха, там, приходит, это все, но, одно дело, когда ты, ну, там, скажем, занимаешься организацией, предприятия, или увольняешь людей, да, это боль, это, ну, как бы, ты выполняешь некую, как бы, стратегическую миссию, да, это одно, а другое дело, когда ты, в принципе, в угоду своим интересам, кому-то доносишь, у меня обычно всегда был такой принцип, что лучше я не заработаю денег, чем, в принципе, вот кто-то может, там, при почте, да, где-то что-то, там, кого-то, что-то обидел, или что-то не нравится, что-то не нравится, не нравится, вот. Что вы считаете своим самым главным жизненным успехом, или какие ваши главные жизненные успехи? Вы знаете, тоже вопрос такой, очень, наверное, непростой. Ну, я думаю, что, если вот так вот во главу угла поставить, то, это все-таки дети. Дети на первом месте, ну, может быть, ученики на втором, но далеко на втором. Потому что, при том, дети, это я не к тому, что вот я хочу сказать, что да, вот они такие замечательные, то есть, мне много чего у них не нравится, они там живут не так, как я хотел бы, но, ну, при этом, так сказать, вот это есть понимание, что ты тут приложил к этому руку, я не знаю, не только руку. так, как-то, как-то, сын приходит, говорит, пап, а ты, кто-то хотел, мальчика или девочек? Я, сынок, просто хотел хорошо принести. Это еще к вопросу о том, что дети от Бога берутся, поэтому, ну, как бы, успех, дети, ну, и, наверное, вот я, в какой-то мере, там, моя жизнь, я считаю, что это тоже, как это вот описать, потому что, ну, все, что происходило, там, происходит, как происходит, достижение, ошибки, значит, преодоление, процесс, мне достаточно радостно. Правда, здесь тоже интересно, у меня, несколько лет назад, ректор университета, позвонил из Казани, который заканчивался, она со мной вместе, в этой группе, ученый, очень смышленый, тоже доктор наук, профессор, ну, девчонка, условно, или возраст, естественно. Вот, она, вот, тут у нас, книга, выпускников, гордость университета, пришла, присылает, дальше, присылает, через день звонок, пауза такая, говорю, что случилось, почитала, говорит, да, почитала, ты что-то хочешь сказать, она говорит, честно, я говорю, честно, это стаббендер, я говорю, почему, потому что, говорит, вот это вот все, в одном человеке не сочетается, то, что ты сам, это же правда, это, 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 Михаил, а скажите, пожалуйста, а какие у вас в жизни были неуспехи, или какие в жизни были такие самые большие неудачи? Если по-честному, но это в основном касалось, там, допустим, ну, я задумывался, там, ну, скажем, касаемо воспитания детей, касаемо, там, каких-то, ну, проекта, может быть, в меньшей степени, по проектам тоже скажу, у меня не было такой ситуации, когда бы я, вот, понимал, что если бы я мог вернуться назад, я бы сделал так. Но тут есть как бы тоже несколько аспектов. Один аспект, вот об этом сегодня не говорили, это как раз один из, у меня даже, по-моему, записано было, один из принципов успеха. Это умение преобразовать свои ошибки в, ну, как бы, в успехе. Ага, так же. Это касается и борьбы, это касается и жизни, ну, то есть, всегда очень легко скатиться, да, вот я что-то сделал не так, и начинаю как-то рефлексировать, да, вот, вот, а в борьбе это очень аккуратно, если это очень аккуратно, ребят, что-то сделал не так, забудь, с этого момента начинай делать правильно. Сделал ошибку, два ошибки, все, и тебя в этот момент сломали, победили. Нет, я еще иностранцам очень нравится, я им говорю, all our life, big mistake. И они начинают, когда они подходят, что вся наша жизнь, это склошная шутка, начинают сразу дико ржать, потому что такое непривычно. И вот вопрос, ну, просто это складывается ситуация, ты мне, ну, я еще по своей, своей, ну, как специализация, кризисный менеджер. Ну, в принципе, у меня очень много времени, это не было подключено, и поэтому, везде все плохо, я, я даже говорю, когда все плохо, то хорошо. Это, вот, можно как-то работать. Ну, это вот момент по, ну, наверное, вот такой ответ. В ленгерском языке, вот что касается того, что вы сказали, есть такая пословица, чем хуже, тем лучше. Ну, наверное, но я вот в основном, да, потому что когда проблемы, просто надо учиться, ну, понимаете, этот тезис, он всем известен, просто тут практическое применение, то есть, научись жить, потому что, да, теория, американская мечта, там, и все прочее, да, и все прочее, поэтому я не стараюсь не воспринимать какие-то фатальных ошибок в жизни я не совершала, я не знаю, мне тоже из такого смешного, как-то, у меня два брака, так сказать, я считаю, оба успешны, и как-то вторая жена начала ревновать, я ей говорю, слушай, я похож на идиота, который третий раз на один раз был. Я говорю, один раз попробовал, и там хорошо, и здесь хорошо, лучше не будет, поэтому, просто говорю, ничего личного не есть. Михаил, скажите, пожалуйста, какие цели вы хотите достигнуть в ближайший год? Смотрите, что касаемо целей. Самый главный момент, который вот ну, скажем, специфика там моего возраста, да, или там времени, это в том, что какое-то время назад я начал ощущать конечность происходящего. И это накладывает отпечаток очень интересный. Ну, то есть, что вы тут поясните, да, то есть, если, допустим, там, когда тебе 30 лет, да, ты там видишь вся жизнь впереди, там, не важно. Правда, в 40 обычно люди начинают понимать, что жизнь закончилась, но потом это проходит, и дальше опять как-то идут. Просто начинаешь понимать, что, что значит конечное. То есть, вот, сегодня все хорошо, да, то есть, я могу практически все, что я мог, там, 20-30 лет. Больше опыта, там, физика практически такая же, там, если касается, там, где-то единоводства, ради Бога, так сказать, сколько хотите, пожалуйста, там, с точки зрения работы, да, там, сейчас, да, любое предприятие, я смогу с ним разобраться, заняться. Но, вот сейчас все очень здорово и хорошо, там, ну, практически на 10, да, на 9,5. Я не знаю, что это продлится. Я надеюсь, что это, ну, там, будет продолжаться, ну, например, если, скорее всего, да, то есть за 5 лет, то есть, вряд ли, чего-то сильно поменяется. Но, поэтому, это вот, знаете, подводит нас опять к тому тэфису, немножко, расширен, если сейчас. Мы находимся сейчас здесь, сейчас все здорово, сейчас все хорошо, потом будет хуже, однозначно, ну, просто реально, как бы, время идет, но пока все хорошо, и вот это вот, с этим, это здорово. Теперь, что касается цели, вы знаете, я какое-то время назад, достаточно давно, вот, если мы говорим про целеустремленных, я проанализировал, ну, скажем, свой карьерный рост или карьерный, я пришел к очень простому, он меня сначала очень сильно так шокировал, а потом, ну, как-то я привык и стал мне дальше спокойнее относиться. Практически все мои резкие повороты судьбы, которые были связаны, ну, там, с нахождением новой работы, с приездом из Питера в Москве, там, еще с такими это история, они были связаны не с планами. То есть, ни одно из этих важных событий, которые происходят, но здесь работает другая, как бы, история, то есть, нужно время в последнее время оказаться. Вот, то есть, сказать, что, например, я стану генеральным директором фолдинга Туполя, ну, если мне кто-то сказал, я еще, там, ну, за неделю, даже, за три дня, мне это, ну, в принципе, казалось, как-то не реальной историей я был, ну, в принципе, там, занимался, рейдерс, рейдерс, увидели. Потом товарищ, где-то мы сидим, ну, известный товарищ, просто не буду называть сейчас фамилию, кстати, я там приварьно назову, просто тоже человек из карьеры, там, с именем, говорит, вот, нужен там будет человек, на такую позицию, я хочу называть там имя нашего приятного. А я ничего, как бы, не думаю, не подозреваю, там, если они как-то говорят, слушай, а ему это надо? Смотри, у него здесь своя, команда своя, там, что он будет там менять, он же не его интересен, ехать в Москву, там, затопчет, что-то, ну, в общем, откомментировал. Потом через три дня мне звонок, слушай, я в Москве, ты можешь завтра приехать? Я приезжаю, ну, бросаю, как бы, все, приезжаю в Москву, еще, как сейчас помню, у меня черная футболка, белый, какой-то, холщовый пиджак, треугольная щетина, значит, собираются пять замминистров, то есть, рост авиации, госимущество, банкротство, и минэкономики, сейчас собрать пять замминистров. Да, да. Они у нас потом работали, как совет директоров. И вот мой товарищ с серьезным видом объясняет им, что вот этот вот бандитский вид человек, кандидат наук, закончил Казанский авиационный институт, и вот самая хорошая кандидатура на то, чтобы стать генеральным директором компаниями куплен. Ну, в общем, вот так я там стал год работать, развалил историю, строил корпоративное управление, передал дальше компанию. То есть, вот такие истории, которые, они вот все время происходят. То есть, они приходят, мне, естественно, например, написать, что я там через полгода буду генеральным как бароном Хаузера, у меня после обеда сегодня полгода. Ну, не получается. Конечно, я планирую какие-то планы, я их корректирую. Сказать, что вот у меня есть такие истории, это сложно. А во-вторых, это и вопрос самоопределения. Я сейчас как бы очень как творческий человек. Я, мне очень сложно ответить на вопрос, а что я вообще такое делаю. Ну, как бы есть кем. Понятно, понятно. Михаил, еще такой вопрос. В связи с ситуацией, сейчас там в мире, в России, в связи с самоизоляцией, появились ли у вас какие-то новые смыслы, переосмысления, осознания по поводу успеха, по поводу счастья в вашей жизни, в жизни страны, в жизни мира? Вы знаете, и да, и нет. То есть, как бы, нет, потому что ничего, в принципе, не поменялось, особенно, да, все же как есть. А да, мы просто стали как-то ближе. Ну, вот ближе, я имею в виду, но если касаемо себя, ну, там, начинаешь делать какие-то вещи, которые долго откладывал. Ну, я, например, записался по вечерам, занимаюсь, хороший приятель у меня есть, Алексей Соболев, там, речь как меч, как разговаривать, да, ну, он просто, он тоже смеется, говорит, у тебя все хорошо, что-то, я говорю, у меня вот здесь проблема, здесь проблема, и здесь, мне не нравится. Ну, то есть, вот такие какие-то вещи, с кем-то общаюсь, там, с кем-то вебинаром, смотрю, разговариваю с людьми, сам чего-то размещаю, там, допустим, ну, вот в семье как-то так, вот, интересно, мы стали больше времени проводить, это, ну, очень, ну, ну, более интимные вещи, но, такие, очень позитивные, вот, да, на душе можно подумать больше, а, как вы говорите, о смыслах. Про международные истории, вы знаете, у меня очень много друзей по всему миру, вот, ну, там, даже если, вот, на Facebook заходите. Да, я посмотрела у вас, что вам и по-английски пишут. У меня просто ребята, ну, когда, надеюсь, с днем рождения поздравляли, я им ответил, всем спасибо, говорю, ну, и пошутил, говорю, со всех континентов пришли поздравления, кроме Арктики, Антарктиды. И мне эти ребята из Аргентины пишут, в Аргентины есть кусочек, говорит, Антарктиды, поэтому, говорит, ты можешь считать, что, значит, со всех континентов мы тебя поздравили. Поэтому это классно, как бы, ну, это люди так в основном, ну, с кем-то, мы по бизнесу общались, с кем-то, допустим, там, по каким-то хобби, по рыбалкам, очень много друзей, вот, связанными с с бойцовскими делами, все там друг другу как-то что-то пишут, поддерживают, ну, то есть, такое, знаете, чувствуется. У нас, вот, как бы, в наше сообщество нету вообще никаких антагонизмов или проблем, потому что по всему миру абсолютно нормальные люди, абсолютно с нормальной реакцией, так сказать, мне это очень здорово, я очень сломаю. Если что-то получится, можем туда выбросить. наружу, 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 наружу. Да, конечно, конечно, обязательно. Михаил, а есть ли еще какие-то темы, которые я не затронула и которые вы хотели бы затронуть в контексте счастья и успеха? Вы знаете, мне кажется, вот, удивительно, что, в принципе, что, ну, вот, я себе, я же честно, как бы, готовился, вот, видите, я очень рада, что доктор экономический, что я вам дала такое задание, доктор экономических лунг. Мы с вами практически, наверное, проговорили все, что, вот, ну, все, что меня торкнуло, слышно, поэтому здесь это, ну, это, вот еще, вы говорите, что много, вот с вами разговорили. Хорошо, хорошо, и тогда, и тогда, Михаил, каким образом вы хотели бы завершить это интервью, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, нашим зрителям в контексте счастья и успеха во время пандемии коронавируса? Вы знаете, я бы просто, ну, если коротко хотел, ну, во-первых, всем пожелать здоровья и удачи, во-вторых, всем руководствоваться простым тезисом, о котором мы сегодня говорили, то есть, Казьма Ходков, хочешь быть счастливым, будешь, а если есть вопросы, как к этому подойти, ну, мы всегда побольше. Пусть обращаются. Спасибо. Серьезно, это просто мой тезис, что это глубоко индивидуальная работа, то есть, в принципе, если человек понимает, что ему надо, а у каждого свои подходы, свои, ну, как бы, истории, поэтому, я думаю, это не только касается меня, вы можете помочь. Хочешь быть счастливым? Я полтора недели тому назад провела три вебинара бесплатных по теме, как быть счастливыми во время пандемии коронавируса. это здорово. Знаете, если немножко, вот, слышно, да, меня сейчас? Да, 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 да. Это здорово, просто, ну, понимаете, вот мы тогда про пандемию говорили, конечно, надо сказать, что здесь, во-первых, есть разные истории в разных странах, да, но вот я смотрел, где-то пробежки разрешают, там, например, в Англии, но надо о чем-то заедать, где-то еще по-другому. И, ну, на самом деле, есть люди, у которых это реально представляет проблем. Мы с вами, как бы, находим, ну, как бы, лазейки для самореализации, то есть достаточно большое количество людей, которые, ну, скажем, там, живут в небольших квартирах, да, и при ограничении движения, это, ну, реально психологически, как бы, сложно. Ну, вот мне товарищ, да, показывал, просто картинку, да, ну, ну, представляете, да, если там квартира, муж, жена, дети, родители еще, да, все, все начинают толкаться, мешают, жену-то, как бы, там, если целый день был, простите, дешево, надоедаешь, ну, естественно, это, дополнительные какие-то стрессы, из них, там, возникают истории, там обиды на правительство, еще на что-то, ну, просто, ну, надо вот, работать на сфере. Да, да, конечно. Вот, про товарища, я говорю, мы, мы, нашли решение, что делать, он мне показал фотографии, застекленные лоджии, там сидят трое детей, значит, у них мольберты, и посмотрят, и на сегодня, каждый день, вот эти картинки разные, то птичка, то дерево, то, что, засчитывается, поэтому, ну, тоже, физикой можно заниматься, еще, ну, то есть, как бы, здесь уже, ну, опять же, это вот подходы, каждый, как бы, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, надо, просто, каждый момент, ты делаешь выбор, это вот очень важно, да, про это, ну, как, немножко, обошли, я вот, я вот тоже хотел сказать, и про счастье, ну, даже больше про счастье, но и про успех тоже, да, то есть, когда мы говорим, живи здесь и сейчас, мы каждое, каждое мгновение делаем выбор, что же, ну, то есть, мы сами пьем свое, как бы, живи свое счастье. А всегда, ну, как бы, ты можешь либо, грубо говоря, сесть, написать, там, главу книги, либо пойти выпить, там, 100 грамм, либо там, ну, и так далее, все время, там, чего-то происходит, поэтому, вот, очень, ну, как-то, с пониманием, да, и делать тот выбор, который будет. Ихайдов. Недавно прислали, как раз, такую смешную, словицу еврестию, если вспомню, несколько примерно такой, что, знаете, что Бог за вами наблюдает, и ведите себя так, чтобы ему было хотя бы интересно. Да, это хорошо, его в основе в данной институции. Михаил, огромнейшее спасибо вам за ваше время, огромное спасибо за, очень, спасибо за идти, да, очень хорошо пообщались, если что, продолжим. Да, да, да,